И снова скажу о том, что именно здесь вы узнаете чуть больше о бизнесе мягкое мороженое и обо всем, что касается холодных десертов. Сегодня разговор будет не сильно длинным, но тем не менее очень по важной теме. И тема – это фризеры, которые ликвидные. То есть я наблюдаю за тем, что вообще пытаются найти люди, касаемо именно этой темы, выбирая себе оборудование или помогая выбрать кому-то. И есть такой запрос, что действительно прямо в Яндексе люди пишут «фризер, ликвид, купить». И это правильно, потому что именно таким образом вы себя уже заранее оберегаете в случае каких-то проблем, либо смены парка вашего аппарата, вы уже знаете, что тот аппарат, который вы выберете, он будет ликвидным. В этом и вся прелесть. Что же такое ликвидный аппарат? Если кто не знает смысл этого слова, это то, что можно легко продать за достаточно неплохие деньги. То есть не нужно совершать демпинг, когда продаешь какое-то оборудование вроде Хуракана, Кулька и прочих. Дело в том, что фризер является ликвидным по большей части в одном случае, если он популярен. Популярные модели, они всегда в ходу, на них всегда есть расходные материалы, запчасти, и не придется мучиться с годами, если, допустим, вы там через 2-3 года решите сменить парк аппаратов. Даже если выпадет какая-то одна единица из вашего комплекта, если у вас несколько точек, то менять вы его будете, скорее всего, тоже на ликвидный аппарат, который вполне также можно будет продать потом кому-то, кто только начинает, либо просто, в принципе, если говорить конкретнее о том, какие же все-таки аппараты нужно покупать, то на данный момент в любом случае у нас всегда популярен BQL CC8, CC9, это модели iCetra, это модели Smatch. У нас выходят сейчас линейки Jeju, мало знакомые в России, раньше продавали, 5 лет назад совершенно другой завод продавал под этим брендом, ничего страшного. Нынешние Jeju – неплохие аппараты. На что еще можно обратить внимание, это модели HOMI, никто не списывает существ МК, ну, то есть, если это не версии, там, GQ, хотя надо смотреть, то есть, по сборке можно уже более-менее понимать тот, не тот завод, и сам МК-завод уже делает иногда неплохие погрешности за счет того, что объемы очень сильно выросли, и они немного зазнались, а может, и не немного. Вот, в общем-то, основные, наверное, направления, по которым можно делать какие-то параллельные решения, принимать, да, и выбирать аппараты, чтобы потом не пожалеть об этом, ну, потому что на них есть запчасти. То есть, с ввозом, вывозом еще будут проблемы, не будут, не знаю, посмотрим пока прям сильно позитивных тенденций о том, что откроются все границы и ускорятся процессы логистики, это вряд ли. Мы, конечно, будем на это надеяться, но имеем то, что имеем. Можно посмотреть модели Арктиков, там, тоже по сборке, в принципе, на сегодняшний день, да, довольно все неплохо. По батч-фризерам пока сложно сориентироваться, потому что волнообразное очень качество, и если раньше от Самтонга, например, были версии неплохие, то со временем они остановились в своем развитии, и сейчас, допустим, версии ИКФ у нас на рынке очень развиты, на них есть запчасти, то есть, непосредственно можно диспенсер купить, если вы его разбили, прокладки резиновые. Вот, в общем-то, аппараты, которые будут, ну, действительно, в ближайшие там 2-3 года котироваться, может быть, будут какие-то изменения, но пока эти. И еще раз подчеркиваю, что самое важное, чтобы были расходники и запчасти, потому что бывает такое, что там какой-то маленький элемент даже в том же редукторе полетел, и его нет в наличии нигде, то есть на том же самом заводе, тот же Майкин, если взять редуктор, открываешь в одном сальнике одного размера, а в другом другого, просто сменили поставщика редукторов. Вот, либо сам производитель редукторов, он берет и меняет какую-то конструктивную деталь, и ты, имея два фризера абсолютно одинаковых перед собой, открываешь, достаешь запчасть от одного, и она не подходит к другому. То есть вот такие моменты тоже могут быть. Поэтому все-таки как бы основные модели я осветил, и как бы название, да, там, бренды, производителей, это то, что сейчас вот находится в ротации, во всех интернет-магазинах, они есть в наличии, и, наверное, будут, в общем-то, добавить, наверное, нечего. Самое главное – это правильно выбрать аппарат. Если вы выберете правильно, согласно вашей посещаемости и ваших целей, тогда он будет ликвиден вдвойне. С вами был Умка, канал бизнесфишка.ком. Подписывайтесь на канал, палец вверх, колокольчик. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok